Всем привет, с вами Росиксон, и в этом видео я расскажу о том, как заработать на NFT на бирже Gate.io. Приведу конкретные примеры, а также я взял небольшое интервью у автора на бирже Gate.io, который заработал на своих NFT более 30 тысяч долларов. А также, почему вам стоит перейти в мой телеграм-канал, ну во-первых, ютуб могут закрыть, во-вторых, в телеграм-канале очень много интересной информации, которую нет на ютубе, на которой я зарабатываю. Так что переходите по ссылочке в описании. Так, напоминаю, бирже Gate.io ходит в топ-7 лучших бирж мира. Спасибо им за поддержку. Я уже сделал более 45 видео о бирже Gate.io, где ответил на часто задаваемые вопросы. Если у вас будет какой-то вопрос, то вы можете его задать в комментариях под этим роликом, или в чате бирже Gate.io, там очень дружное сообщество, и мы вам ответим на все ваши вопросы. Спрос на цифровые товары появился задолго до прихода NFT. Многие геймеры покупали скины в CSGO, и у меня даже был как-то нож, в Dota 2, и множество других игр. Причем стоимость таких скинов частенько выражалась в совсем не символических цифрах. Конечно, в те времена пользователи покупали не NFT, а программный код скина. Но в сути это почти не меняет, кроме того, что NFT гораздо лучше. Еще большие деньги крутятся там, где идет речь о коллекционных товарах. Тут можно вспомнить самые дорогие NFT. Это и уже упоминавшийся выше коллаж Every Day's The First 5000 Days, стоимостью почти 70 миллионов долларов. И бейсбольную карточку Конус Вагнер Ушицу с молотка за 3 миллиона долларов. И ставший настоящий рекордсменный проект The Merge, принесший его автору 92 миллиона долларов. Представьте, что у вас есть уникальная бейсбольная карточка. А может, вы пишете картины, коллекционируете марки, или занимаетесь созданием игровых персонажей, или просто делаете что-то уникальное. Все ваше творчество может быть продано в цифровом виде с помощью NFT на бирже Gate.io. Хотя само применение NFT намного шире. Уникальные токены могут быть полезны и в рабочих задачах. К примеру, они могут удостоверять ваше право на получение уникальной информации или доступ к закрытому клубу. Сейчас я вам покажу пример работ моего подписчика, которые продаются на Gate.io. Все ссылочки на его ресурсы будут в описании. И напомню, то что он продал NFT на более чем 30 тысяч долларов. И его советы и история очень важны, как я считаю. Любой может создавать также NFT на бирже Gate.io. Главное подходить к этому творчески. Так, например, его коллекция Punk Toy, которая на мой взгляд очень интересная. Здесь представлены NFT в виде игрушек, которые стилизованы под персонажей популярных вселенных. Вы можете, например, собрать всех персонажей отряда самоубийц. Или сделать армию клонов из Звездных Войн. Также у него есть коллекция Punk Car, которая находится в машине в стиле Mad Max. Мне очень понравились NFT авторы. Также ссылочки будут в описании. Потому что мне нравятся машины и просто герои, персонажи, которых я уже знаю и смотрел по ним фильмы. Также вы в комментариях можете написать свое мнение по поводу NFT в целом и NFT моего подписчика. А сейчас я расскажу историю, с чего он начинал. И как он начал зарабатывать на NFT Gate.io. По основному виду деятельности он архитектор, проектирует здания. Отсюда владение всеми дизайнерскими программами, ну и вкус. Как-то он зашел во вкладку NFT Box и увидел, что загруженные NFT не очень хорошего качества. В основном недоделанные. И решил сделать свои. Денис загрузил 40 NFT с генерированной программой. Но она лишь помогает улучшать уже готовые работы. И лег спать. А утром уже увидел на своем счету 200 долларов. Все NFT были проданы. Денис начал торговать NFT с открытия NFT Marketplace на бирже Gate.io. И стал одним из лучших авторов. Так вот, уже с октября 2021 года на Gate.io можно продавать свои NFT. Но кто-то может сказать, вот он начал сначала, а я вот сейчас не могу. Ну потому что все, момент опущен. Я считаю, это все же не так. И эта сфера только начинает свое развитие. Так что, если кто-то хочет заняться NFT, то он явно не будет искать отговорок. И начнет этим заниматься. Если он действительно хочет. Сейчас небольшая статистика по трем коллекциям Дениса. Напомню, все ссылочки будут в описании на его сайт, на его коллекции на бирже Gate.io. Первая коллекция, Панк Той. Общий объем продаж более 30 тысяч долларов. Вторая коллекция, GateX Панк Ео. Общий объем продаж более 10 тысяч долларов. И третья коллекция, которая, кстати, сейчас продается и вы сможете купить. Пока всего 500 долларов продаж, но только потому, что она недавно вышла. Все в коллекции 150 NFT. Итак, Денис заработал на NFT более 30 тысяч долларов, занимаясь своим любым делом. И так может каждый. Если что, задавайте вопросы в комментариях. Мы попытаемся на них ответить. Мне очень нравится NFT Дениса. Я буду за ним следить. Спасибо ему за помощь в создании этого видео. Удачи со следующими коллекциями. И вы также сможете создать свою коллекцию. В общем-то, всем спасибо за просмотр. Удачи. Задавайте свои вопросы, какую-то критику в комментариях. Я немного мог ошибиться, так что если вы меня поправите, я буду благодарен. Будьте аккуратны.